Гамлет и Ахмед Тавлиев открывают сегодняшний вечер поединков, вечеров боев. Итак, пожелаем этим спортсменам удачи. Первый раунд. Да, нам осталось только разрешение рефери начать поединок. Студия готов? Бойцы, первый раунд! Все готовы? Первый раунд! Поехали! Чуть повыше Гамлет. Но такая разница, наверное, особой роли не сыграет. Да, первый раунд начинается с разведки. Как мы видим, Асланов Гамлет бьет джебы. Плотно стоят на ногах оба бойца. Обратите внимание. И пока в центре октагона никто не хочет уступать. Да, занимает в центре клетки оба бойца. Но, по всей видимости, пытается прессинговать сейчас Гамлет. Прижимает к сетке октагона своего соперника. Да, неплохое давление осуществляет Асланов Гамлет. Ему нужно работать первым номером. Да, и потихонечку начал прибавлять в джебах. Обратите внимание. Пока такую некую дистанцию для себя нащупывает. Лоу-кик в исполнении двух спортсменов. Встречает передней рукой Тавлиев Ахмед. Асланов Гамлет все так же пытается поджать своего соперника. Здесь первый обмен танчился. Да, обоюдные попадания со стороны двух бойцов. Минута проходит с начала этого поединка. Вздор! Лоу-кик и перевод Асланова Гамлета. После лоу-кика Суджи сразу же оформляется игнор. Как будто бы ждал этого момента. Сейчас нужно ему развивать свой хороший момент. Получать позицию. Работать в гранд-паунде. Да, сейчас всячески будет Гамлет стараться удерживать соперника в партере. И удар плечом в исполнении Гамлета. Не так часто мы увидим такой технический... Ну, это, наверное, больше сделано было для того, чтобы высвободить руку, я так понимаю. Пока очень грамотно вяжет Тавлиев, извиняюсь, боец синего угла. Особо активной работы в партере нет. Готовится и, по всей видимости, Тавлиев Ахмед для того, чтобы выйти из этой позиции. Ну да, вот неплохое плечо со стороны Гамлета Асланова. Ну, нужно развивать, нужно развивать атаку. Здесь неплохой, неплохой боковой и лоу-кик. Не дал уйти, сразу же развил атаку Асланов. Правда, прямой в исполнении хороший. Такой открытый размен уже сейчас пошел. Да, Часкапа выручает Тавлиев. Димутанты показывают красивый зрелищный бой без разведки. Да, конечно, на этих ребятах сегодня сильное давление. Открывать вечер сегодняшнего ивента NFC 29. Идет вперед, Тавлиев! Размашистыми ударами. Да, чуть-чуть не хватает, наверное, длины рук, да, потому что... Согласен. ...и они немножко сдалека и тяжело попасть по сопернику, у которого руки длиннее. Да, и дистанцию лучше чувствует, на мой взгляд, сейчас Асланов. Да, Асланов Гамлет хорошо чувствует свою дистанцию, контролирует неплохо. Пять точных попаданий у Асланова Гамлета и четыре попадания мы видим, что у Тавлиева. Своё давление со стороны Асланова Гамлета приносит ему дивиденды в виде пяти точных ударов. Да, обратите внимание, как уверенно двигается Асланов Гамлет, несмотря на отсутствие профессионального опыта в боях, контролирует ход поединка. Да, работа Асланова Гамлета приносит его давление первым номером. Пока что отлично режет углы и, да, все атаки буквально Тавлиева не приносят никаких результатов. 90 секунд до окончания первого раунда. Да, и решающий фактор здесь, кажется, всё-таки давление, да, из-за этого давления как раз-таки Тавлиев чувствует некий дискомфорт, не может раскрыться по ходу поединка, где-то даже растерянным выглядит. И сам Гамлет не форсирует события, видать, вот такая задача стоит в первом раунде провести бой в разведке. Прочувствует свой стоперек, но фронтки хорошие, очень хорошие. Идёт вперёд Асланов, тут же тейкдаун оформляет. Ещё раз плечо, да, удивляет сегодня нас этими ударами. Да, всё-таки это домашняя заготовка, мне кажется. Пытается провести бросок! Сейчас будет тейкдаун! Ой, красиво! Отлично! Обратите внимание, Тавлиев упал, приземлился на голову, то есть даже ни плечо и ни спина. То есть, наверное, сейчас он в неком состоянии нокдауна пребывает. Всё-таки амплитудный очень получился тейкдаун. Но как минимум растерян выглядит всё-таки Тавлиев после такого броска. Хороший гранд инпаунд в исполнении Гамлета. 30 секунд до окончания первого раунда сможет ли досрочить свой соперник Асланов Гамлет. Для этого хорошие предпосылки для него есть. Он сейчас проводит... Колено в корпус в исполнении Гамлета. Для дебютанта очень грамотен Асланов. Да, удивляет меня этот парень в сегодняшнем дебюте. Как по книге всё проводит. Обратите внимание. Последние 15 секунд нужно взорваться Асланову Гамлету, чтобы забрать окончательно этот раунд. Кабдиев был близок к тому, чтобы, возможно, вмешаться. Хотя, мне кажется, это чисто моё мнение. Итак, первый раунд заканчивается. Сейчас будут наставления. Давайте посмотрим лучшие моменты прошедшего первого раунда. Вот тот самый первый перевод. Партер не попал, но Асланов смог. И вот после вставания с партера, как раз-таки, такая серия очень хорошая была. Вот Асланова, разменно, у клетки. Как раз вы хотели увидеть удары в исполнении ногами Асланова Гамлета. И вы увидели, вот, неплохой фронт-кик голову. Ван Дамбо одобрил. Конечно. Но больше всего, ребята, мне понравился слэм и бросок. Да, вот тот самый момент нам показывает, Арман. Да, Хабиб против Пета Хили. Если вы помните, друзья, кто смотрел этот поединок, когда Хабиб после броска через весь октагон пронёс своего соперника и оформил тейкдаун. Я тоже думаю, Хабиб этапы одобрил. Очень интересно сейчас, в каком состоянии вообще пребывает Ахмед. В каком состоянии его шейные позвонки и шея в целом. Потому что, ну, не совсем удачное падение было, на мой взгляд. И это было отчётливо видно. Пойцы обротрения, пожалуйста. Итак, второй раунд этого поединка. Тавлееву нужно форсировать события, потому что объективно он проиграл первый раунд. И сейчас ему нужно активироваться в этом раунде. Да, согласен с тобой, Фаниль. Вторым номером не получается работать у Ахмеда Тавлеева за счёт, возможно, размаха рук, рича, роста в целом. Просто не даёт шанса работать вторым номером. Всячески режет углы Аслана. Итак, давайте второй раунд смотреть. Да, ему больше, по сути, надо перехватывать инициативу. Потому что вторым номером пока у Тавлеева дела плохи. Да, вторым номером у него ничего не получается. Чтобы перевернуть бой, нужно ему самому работать первым номером. Да, и полностью сейчас преимуществом в октагоне владеет Асланов. С первых же секунд, без каких-либо проблем, да, можно сказать, центр октагона взял, завоевал. Это некое такое психологическое преимущество, конечно, вынуждает сейчас Тавлеева отшагивать в сторону. Да, безусловно, такое давление на самом деле здорово сейчас в размере Тавлеев. Да, вот это ему и нужно. Вот это ему нужно разрывать дистанцию. Вот такие в микро моменты нужно развивать больше Тавлееву. Наконец-то Тавлеев активировался, но при этом Гамлет ответил хорошим кавкикам. Да, обратите внимание, Фаниль, что вот такие лоу-кики в последнее время, даже не лоу-кики, кавкики стали весьма популярны. С чем связано, Фаниль? Расскажи, пожалуйста. Ну, сейчас кавкики являются современным оружием, да, недавний бой Парье и Коннора показал это, то, что кавкики это то оружие, которое остановит любого и борца, и ударника. И при этом сейчас противоядие, как этим кавкикам, до сих пор никто не придумал, но я думаю, до окончания этого сезона боев закончат. Но при этом, оп! Колено в прыжке в исполнении Асланова Гамлета и тут же оформляет тейкдаун. Боец команды Д'Артим Бро. Да, застоялся после колена в прыжке Тавлеев и воспользовался этим моментом, быстро прошел ноги. Опять те самые удары плечом. Экзотические удары плечом. Новый какой-то арсенал в гранд-паунде Асланова Гамлета показывает он хороший контроль, хорошую работу. Фаниль, вы над этим ударом работали в зале у себя? Ну, обычно мы работали этот аспект у стенки, но видите, Асланов Гамлета модифицировал этот удар слючок. Ой, шикарно! И еще добавляет плотик, как еще видите. Хороший гранд-паунт в исполнении его, я думаю, финиш близко. Да, но не может занять выгодную позицию Асланов. Был в хавгарде и мог поработать, но вот, к сожалению, не получилось. Да, такая обманка некая. Экзотический прыжок. Рэфер поднимает бойцов в стойку, бой продолжается, уже половина второго раунда позади. Снова идет вперед и просто подруглит. Проведет трейкдаун, словно по школе, по хорошему таймингу. Тейкдаун осуществлен, сейчас идет контроль. По бугопроведению Альчага была у Ахмета Тавлиева. Но давайте от этим должное, Тавлиев очень терпеливый парень. Посмотрите, какой он урон пропускает, но при этом переживает такое избиение уже полтора раунда, но держит. Были у него свои микро какие-то эпизоды, но, к сожалению, не смог развить до конца. И вот опять позиция халтгарда. И нужно стараться здесь удержать. Смотри, сам Асланов встает на ноги. Да, сейчас Асланов Гамлет активировался, и Тавлиеву нужно попытаться встать, либо завязать руки Гамлету, иначе будет большой урон пропущен в исполнении Гамлета. Потому что он атакует и хаммерфистами, и локтями, но сейчас дал поработать, скорее всего, или отдохнуть Тавлиеву. Да, вполне во всех аспектах контролирует ход поединка Гамлет. 90 секунд до окончания второго раунда. Нужно какое-то чудо для того, чтобы Асланов сейчас, возможно, в свое русло взял инициативу, в свои руки, и поединок был более-менее конкурентным. Видите, даже Гамлет без ударов осуществляет давление. Это изматывает соперника. Понимаете, он даже и не бьет от соперника, его прижимается, устает. Но при этом огрызается. Но чтобы развить свой успех, ему нужно длительные, более длительные какие-то серии ударов. Да, взрывается моментами Тавлиев, но этого мало. Нужно развивать атаку, и, возможно, попробовать перевести самого Асланова, посмотреть, как он на спине работает. Сверху мы видели, все прекрасно умеет. Возможно, немножко контроля не хватает. Или сам этого не желает делать. И вновь разошлен очередной тейкдаун. И работа в тейкдауне. Позиция диагонального контроля в исполнении Асланова Гамлета. Занял позицию Тавлиев Халгард. Неплохая защита в его исполнении. И это финиш, первый финиш. Асланов Гамлет оформляет первую победу профессионала. И это удар по корпусу, на удивление. Ну, на протяжении всех двух раундов Асланов Гамлет работал очень здорово коленями в корпус, в партере. Такой некий накопительный эффект, да? Возможно, возможно. Аля Хабиб, хороший гранд-паунд, который меня удивил. Я думаю, удивил вас, коллеги. Да, и удары плечом в партере, это было нечто. Дамы и господа, во втором раунде, на 4 минуте 44 секунде, техническим добиванием, техническим нокаутом победу одерживают боец команды Орланд, стартим бро, Гамлет Асланов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА